Итак, мы сегодня будем помогать нашему позвоночнику с помощью лекарства на игле пчелы. Лекарства на игле пчелы или целая аптека, которая находится в пчелином яме. Это лечение не для всех. Я всегда рекомендую лечиться у АПИ герудотерапевта, что пиялочкой, что пчелочкой. Самостоятельно вы можете поставить только тогда, когда вы согласовали свою тактику лечения с помощью специалиста. Вот сегодня мы попробуем вот это лекарство на игле пчелы, которое позволяет обезболить гораздо сильнее всех обезболивающих препаратов. У нас пчелиный яд. У нас восстанавливает кровообращение пчелиный яд. Поэтому сочетание герудотерапии спереди на живот, сочетание АПИ терапии на суставы, на позвоночник позволяет быстро убрать обострение. Но затем лечение длительно с помощью пчелиного яда позволяет восстановить непосредственно и структуру тканей. Вот я достаю пчелочку. Пчелочка у нас сама захотела выбраться сегодня из коробочки. Хотя, безусловно, пчелочки у нас у пчеловодов всегда есть. И вот взяв эту пчелочку в руку, я сейчас проведу сеанс АПИ терапии при проблемах в пояснично-крестцовом отделе позвоночника. Поэтому мы можем попальпировать сначала зону. Когда начинаем всегда? И с какой стороны? С левой. Потому что всегда хуже с левой стороны. Как у нас сейчас ощущения вот в этом месте? Ниже. Вот это вот ощущение, да? Находим болевое ощущение. Я могу поставить пчелочку и сделать укус непосредственно самим жалом. Так, что у нас пчелочка не хочет сегодня кусаться, да? Сегодня такой у нас капризный день, что эта пчелочка у нас отказалась работать, да? Ну, мы возьмем тогда другую пчелочку. И попробуем. Вот наша пчелочка с жалом. Мы можем работать непосредственно с жалом. Когда мы первый раз начинаем с пациентом работать, то предпочтительно иметь укус маленький, чтобы вести малую дозу яда. Вот я взяла жало. Куда-то у меня ускакала жало. Сейчас я посмотрю, куда это делать, да? Можно отработать непосредственно жалом или непосредственно пчелой, да? Поэтому чаще всего начинаем мы любой сеанс опиотерапии с малой дозой, чтобы проверить индивидуальную чувствительность пациента на пчелоужаление. Не то, что зимой у нас пиявочки. Это весенние пиявочки. Они более, пчелочки, они более капризные и менее действенно работают. Но, однако, все равно работают, да? Итак, я попробую сейчас поставить. Оп. Вот мы поставили жало, но буду долго не держать его сейчас. Первое поставленное жало, не знаю, как вы, насколько вы видели это, поставленное жало держало очень короткое время. Дабы сейчас определить индивидуальную чувствительность пациента, он уже должен нам сказать, куда у нас пошло ощущение после укуса. Левая нога. Левая нога. Вот мы с вами. Лечение артроза, артритов левой ноги, коленного сустава, тазобедренного сустава. Мы начинаем с вами все равно с поясничного отдела, с позвоночника. Потому что именно здесь создалась криминальная зона на фоне идущего хронического воспалительного процесса в сигмовидной кишке. Успокоилась сейчас левая нога. Давайте чуть джинсы пониже сделаем. А, тут не видно, да? Куда у нас ушло ощущение, куда ушло? Тазобедренный сустав. А, передняя века бедренного нерва, да? Вот мы и говорим, что однозначно всегда у нас корешковый момент у нас имеется. Вот сейчас я просто жало положила. Это то жало, которое я уже использовала. Вот здесь вот оно у нас. И мы попробуем его еще приспособить к парной точечке, да? Маленький-маленький укусик. Почувствовался маленький укусик? То есть я перераспределила одно жало, но два укуса. Первично, когда начинаем отрабатывать, начинаем только с маленького прикосновения пчелиного жала непосредственно к проблемным точкам. И вот сейчас ощущение второго укуса у нас где появилось? В стопе. В стопе. Итак, отработав поясничный отдел позвоночника, мы сейчас улучшили кровопрощение, восстановили иннервацию. Это доказывает то, что у нас распределяется яд непосредственно в застойной зоне идет. И мы говорим, что у нас есть эффект нарушенного седалищного нерва, есть воспаление седалищного нерва, есть хронические нарушения в костно-мышечной системе, связанные с состоянием желудочно-кишечного тракта. Итак, обе стопы у нас почувствовали этот укус. Мы лечим и артроза артрит, и мы лечим проблему поясничного отдела позвоночника. Но у нас может быть еще сегодня какое-то ощущение в грудном отделе позвоночника. Все спокойно? Все спокойно. Значит, пока яда не хватило пчелиному. Проставляя пчелиный яд малой дозой, я никогда не работала более пяти пчел на один сеанс, но распределяя на три-четыре укуса, мы можем пройти с вами по ходу непосредственно седалищного нерва, можем пройти и сразу затронуть улучшение нервации и кровообращения коленного сустава, тазобедренного сустава, голеностопного сустава. Ну, а если идет артроза артрит коленных суставов, обязательно первоначально поставить пчелочку в поясничный отдел позвоночника, мы должны завершить эту постановку пиявок в коленных суставов. Также одно жало, но несколько укусов. Это нужно приспособиться делать. Пиявочек у пчелочек лучше, конечно, ставить, которые у нас уже весенние, будут здоровые. Сейчас у нас пока время такое, ранние весны, и они у нас не очень активны. Поэтому лучше всего работать, конечно, с пчелами в сезон их наибольшей активности. То есть тогда, когда они у нас вылетели, очистились, и яд будет более активен. Но с помощью апитерапии мы можем с вами убрать дегенеративно-дистрофические изменения, ибо восстанавливаем даже иммунный ответ, потому что применяется апитерапия как возможность подъема местного иммунитета. А так как мы говорим, что дегенеративно-дистрофические изменения, дистрофические просто изменения в позвоночнике, они всегда связаны с воспалительным процессом, значит, апитерапия позволяет нам работать как и герудотерапией, патогенетически. И сейчас нам осталось с вами разобраться еще как можно своими руками, отработать лимфатический массаж тела при заболевании в костномышечной системе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!